Валютные пары евро против доллара Самое важное событие, которое, скорее всего, и привело к тому, что давно ожидаемый сценарий достижения паритета как минимум заметно отодвинулся, заключается в том, что с одной стороны темпы роста экономики США оказались гораздо более слабыми, чем надеялся регулятор. С другой стороны, в президентской гонке явно намечается определенный перевес в сторону кандидатов от демократов, соответственно, от нынешней партии власти США, что так или иначе вынудит ФРС как минимум сильно притормозить свою программу повышения ставок. Поскольку повышение ставки от ФРС ждут уже очень и очень давно, соответственно, декабрьское повышение 2015 года внушило определенный оптимизм, но время идет, а повышение ставки не происходит. Это привело к тому, что в паре евро-доллар наметилось определенное движение в обратную сторону. Когда рынок долго чего-либо ждет и его ожидания не оправдываются, как правило, многие участники рынка начинают испытывать разочарование и своими действиями порождают движение против той тенденции, которая ранее ожидалась. Тем не менее, по прошествии президентских выборов в США, все-таки вероятность того, что ФРС захочет восстановить реальную доходность хотя бы по длинным долговым инструментам в долларе, очень и очень велика. Поэтому, скорее всего, идея о достижении паритета евро с долларом не умерла, а просто отложилась в достаточно долгий ящик. Субтитры создавал DimaTorzok